МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Дом, где окна и двери уже не нужны. Оно давно уже рушилось, и там потихоньку, помаленьку обваливалось. В Тюмени на улице Харьковской обвалилась часть жилого дома. С миру по нитке... У сына начались отклонения в развитии, закатывание глаз. Изменить судьбу маленького тюменца поможет проект «Ключ к жизни». Памяти павшим. Он успел получить на карточку хлеб, тут же укусил и пал в нюртвый. Реальные истории Великой Отечественной отразятся в новом тюменском монументе. О событиях, явлениях и людях, точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта, здравствуйте. Начнем с главного. Все пострадавшие при обрушении дома на Харьковской 52А получат материальную помощь. Об этом губернатор Владимир Якушев заявил на встрече с жителями пятиэтажки. Они размещены в гостинице «Полос», там, где еще вчера были квартиры некоторых из них. Сейчас ведется разбор завалов. Позже к работе на месте происшествия приступит экспертная группа. Она оценит масштабы разрушений и определит дальнейшую судьбу дома. Нам надо получить заключение, что с ним делать, насколько он вообще пригоден, не пригоден. Пригоден он сегодня к каким-то репутационным работам, чтобы в дальнейшем его использовать, либо не пригоден. Заключение это могут дать только специалисты. Пока этого заключения не будет, естественно, находиться в этом доме нельзя. Тем временем Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье нарушение правил техники безопасности при ведении строительных и иных работ. Дом не был в списке аварийных, но давно нуждался в капитальном ремонте. В январе прошлого года здесь случилась серьезная коммунальная авария. Затопило подвал, дом разморозился. Управляющая компания провела восстановительные работы, но предупредить ЧП не смогла. Это еще как бы трещина не с того года, она уже... Я думаю, что была управляющая компания «Союз», они тоже говорят, что это было еще пять лет назад, эта трещина начиналась. То есть они ввели журнал, то есть смотрели, как у маячки. Но как бы динамика была положительная, то есть не было расхождения большого. Что привело к этой трагедии, я не знаю пока. Напомню, обрушение произошло в половине девятого вечера. В это время почти все жители дома находились в своих квартирах. Но по счастливой случайности под завалами никто из них не оказался. Впрочем, четверым медицинская помощь все же потребовалась. Один из пострадавших госпитализирован во Вторую областную больницу. К этой теме мы и вернемся в следующих выпусках программы. А пока обзор событий. Мои коллеги, коротко о важном. 26 марта в Тюмени раздастся звук сирен. Он означает внимание всем и призывает горожан прослушать информацию по местным теле- или радиоканалам о дальнейших действиях. Сигнал будет подан в рамках очередной проверки автоматизированной системы оповещения граждан, которая начнется в 11.20 по местному времени. В ней будут задействованы 90 электросирен, 160 громкоговорителей и 24 полицейских автомобиля. У общественного транспорта Тюмени появился свой голос. Приятный баритон принадлежит радиоведущему Родиону Гринбергу. Вот уже месяц он записывает не только названия остановочных пунктов, но и информацию для пассажиров. Уже готово 550 начиток, которые зазвучат из динамиков на следующей неделе. Плюс к этому Тюмень-Гор-Транс планирует озвучить информацию о героях Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы и остановки. Рассказать немножко о них, почему их честь названа. И будет молодому поколению это интересно, ну и старшему поколению тоже приятно, потому что они давно уже просили нас это сделать, и мы решили все-таки учесть их пожелания. 11 миллиардов тонн нефти добыто в Тюменской области с начала освоения Севера. Большой вклад в это внес коллектив глав Тюмень-нефтегаза. В 1975 предприятие стало лидером по объемам добычи полезных ископаемых и получило Орден Ленина, высшую награду СССР. Сегодня ветераны отрасли собрались за одним столом, чтобы вспомнить тот день. Освоение такое огромное, что мимо, наверное, государства не могло пройти. Орден один на все. Мы вот так вот быстренько сделали такие вот открыточки, да, для мальчиков и для девочек. И потом, значит, в эти открыточки вкладывали поздравления и раздавали. В это время в разработке у наших нефтяников находилось 19 месторождений, среди них и крупнейшая в мире Самотловская. В Тюменской области стали меньше торговать в розницу. По сравнению с первой декадой прошлого года товарооборот магазинов снизился на 5%. Но предприниматели не сдаются. Они ищут новые способы привлечения клиентов. То и дело, обращаясь к опыту прошлых лет. Поэтому убедилась и Дарина Скорнякова. Полки с конфетами теперь все чаще переполнены. Жители села Черепаново перестали баловать себя сладкими. Покупают только самое необходимое – молоко, хлеб, яйца. Всего за месяц выручка небольшого магазина сократилась на 20%. Чтобы не потерять еще больше, предприниматели пересмотрели список закупок и убрали скоропорчащиеся товары – бананы, апельсины, огурцы и помидоры. Излишность себе не позволяет фруктов, стали намного меньше брать. Тот же сыр вырос в цене. Потому что плохо берут, от этого мы редко привозим. Так вот, под праздник больше. Впрочем, о том, что с торговым бизнесом придется распрощаться со всем, предприниматели не думают. Магазин переживал и не такие времена. Его построили еще в лихие 90-е. Сначала как горячие пирожки, раскупались алкоголь и газировка. Через два года денег накопилось на закупку нормальных продуктов питания. И хотя разнообразие товара было скудным, объемы продаж никогда не снижались. Вспоминает первый продавец на селе. Пряников привозил. Ну что, для седобного привозил. Муку так привозил помаленечку. А вот такой разнообразия не было, как сейчас. Столько в магазине товаров. Тогда у людей денег было много. И ходили, покупали. Вспоминают былые времена и в этом сельском магазине. В январе здесь тоже началось снижение уровня продаж. Бизнесмены уверены, причина не в покупательской способности населения, а в обычной конкуренции. За год в Нижней Тавде открылось сразу два супермаркета федерального уровня. Малый бизнес пока спасают постоянные клиенты. Немножко повыше стала цена, конечно. Но, как говорится, не так ощущается. Ничего страшного. Все выдержим. Нижнетавдинский предприниматель уверен, для любой розничной торговли главное правильно выбрать место. Когда-то он вместе с женой торговал бананами и сахаром из маленького вагончика у районной больницы. Теперь владеет двухэтажным торговым центром. В планах расширяться дальше. Земля для этого есть. Денег тоже хватает. Причем без кредитов. Ну, я думаю, что мы переживем вот сейчас этот кризис и продолжим дальше строить. Нужно же и людям работа, чтобы была, и нам, чтобы не дремать. Главным инструментом в борьбе с экономической нестабильностью сельские предприниматели называют сохранение рабочих мест. И речь не только о доходах населения, но и продавцов. Вести об увольнениях по селу разлетаются быстро. А антиреклама не нужна никому. Чистое имя – залог постоянства продаж. Дарина Скорнякова, Дмитрий Бурматов. Тюменское время. Честности в предпринимательстве порой недостаточно. Нужно еще и внимательным быть. Чем больше бизнес, тем сложнее читаться без изъяна в документах. А ошибки грозят некоторым камеральными проверками с последствиями. Мои коллеги о тех, кто поможет не испортить отношения с налоговиками. Отчитаться перед налоговой и сделать это без ошибок. В противном случае можно нарваться на штраф или, еще хуже, уголовное преследование. Чтобы избежать недопонимания инспекторов, бизнесменам предлагают обращаться в Центр налоговой помощи. Сопровождением камеральных и выездных проверок там занимаются уже 8 лет. Мы готовим документы по требованию налогового органа. Представляем интересы налогоплательщика. Как при допросах его сотрудника, так и директоров. Ходим, присутствуем при выемках, ознакомимся с экспертизами. То есть при всех мероприятиях налогового контроля представляем его интересы. 70% сотрудников Центра сами когда-то были в числе проверяющих. Бывшие работники налоговой знают всю процедуру от А до Я. Они помогут уладеть проблемы не только после, но и до визита инспекторов. В перечне услуг Центра есть экспресс-анализ, который определяет степень возможных рисков. Процент довольных налогоплательщиков довольно-таки высок. Проверка проходит для них безболезненно. В рамках действующего налогового законодательства соблюдаются все их интересы. И до начисления в бюджет составляют разумные суммы. Кроме прочего, в Центре налоговой помощи подскажут, как заполнить декларацию и подготовить документы для регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. Кстати, сейчас это можно сделать в рамках акции. При заключении договора на год, первый месяц ведения бухгалтерского учета в подарок. Анастасия Макеева, Дарина Скорнякова, Сергей Мякишев. Тюменское время. Тюменская молодежь присмотрелась к ценам на жизненно важные лекарства. Общественники посетили пять аптек и обнаружили, что в каждой торговой надбавке превышали рекомендованный правительством уровень. У вас цена просто в вашей аптеке, тут, наверное, уже не от вас зависит, 305 рублей. На сегодняшний день реально фактическая цена должна быть не больше 187 рублей. Практически в два раза. Кроме завышенных цен, горожане обнаружили и другие нарушения. Где-то ценников вообще не было, а где-то продавали рецептурные лекарства без врачебных рекомендаций. Общественники пообещали, что обо всем увиденном они сообщат в прокуратуру и областной департамент тарифно-ценовой политики. Тюменцы готовы на любые затраты, если речь идет о жизни ребенка. Это еще раз доказал сбор средств для сына, известного теперь на весь город полицейского. Акция могла затянуться, но руку помощи, как всегда, протянул проект «Ключ к жизни». Все подробности у Ангелина Лисько. Ангелина Лисько. Другая беда отца Мирослава, тогда сотрудника управления уголовного розыска, во время перестрелки, ранили преступники. Глава семейства чудом выжил, но теперь работает охранником. Совпадение произошло как-то вот все сразу. И с мужем, и с сыном. Вместе инвалидами стали. Знакомые посоветовали семье обследоваться в испанской клинике. Оказалось, что для этого нужен 1 миллион 400 рублей. Пилымские вместе с волонтерами начали сбор средств. Всего за месяц неравнодушные тюменцы собрали миллион. Конечно, большая поддержка от граждан Тюмени и от самой структуры МВД. Даже очень большими суммами переводят, которые превышают мою бывшую зарплату. А недостающую сумму и перелет возместят из средств благотворительного проекта «Ключ к жизни». Стоит отметить, диагноз Мирослава не самый редкий. Лечение возможно в России. Мальчику помогали и тюменские врачи. Он обследован в нашем центре нейрохирургическом. И было предложено московские клиники, санкт-петербургские клиники. В принципе, у нас есть очень большой опыт работы у пациента вот с такой патологией. Но решение было принято родителями. И это было пожелание родителей пройти обследование, подобрать терапию в клинике за пределами Российской Федерации. В итоге 12 апреля ребенка повезут в Испанию. Гарантии никто не дает, но мы надеемся, что помогут нам. Но если не лекарства, то операцию сделают и все у него пройдет. Сбор средств на сегодня приостановлен. Ключ к жизни поможет и в случае, если операция понадобится. Ангелина Лисько, Дмитрий Бурматов, Тюменское время. Далее о спортивных событиях этой весны. В их числе уникальное шоу «Формейшн Вера зажигает звезды». Билеты на него тюменцы раскупили задолго до начала. Что же вызвало аншлаг, расскажет Карина Закирьянова. На сцене Тюменского драматического театра и те, кто уже давно сияет на небосклоне, и те, кто делает первые шаги по паркету. Шоу «Формейшн Вера зажигает звезды» дает шанс всем раскрыть свои таланты. Тики-так, хоп-па, тики-так, хоп-па, много счастиков никак. Но главное событие вечера – презентация уникального проекта «Формейшн Леди». В каждой паре партнер с танцами на «ты» уже давно, а вот партнерша – новичок. Почувствовать себя не только танцором, а тренером-танцором – это совсем другая ступень. А вообще хочется сказать, что сегодня всем за кулисами говорю, что я так на чемпионате мира не волнуюсь, как волнуюсь сегодня. Потому что здесь я не только за себя волнуюсь, а еще за своего ученика, который рядом. Волнение оказалось результативным. Из 11 пар Александра Алиска и Лариса Ефременко были признаны лучшими в номинации романтика в танце. И мы теперь видим, что эти звезды зажигаются не только с самого раннего детства, а есть звезды, которые, как мы говорим, приходят к тому, что их нужно открывать. И сегодня мы видели, что вот это вот поколение танцевальное, к нему возвращаются родители. Им тоже хочется танцевать. Проект для Тюбени станет традиционным, а поучаствовать в нем сможет каждая жительница города. Кто знает, может так на танцевальном небосклоне появится еще одна звезда. Карина Закирьянова, Антон Пригорницкий, Тюменское время. А вот звезды биатлона соберутся в Тюмени уже через несколько дней. Впереди первенство России, гонка чемпионов, а также один из этапов Кубка России на приз губернатора Тюменской области. О знаковых событиях спортивной весны поговорим с директором областного департамента по спорту и молодежной политике Дмитрием Грамотиным. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Здравствуйте. Тюменская область, она обладает уже колоссальным, большим опытом проведения международных соревнований по биатлону. Вот впереди гонка чемпионов. Что даст организаторам и спортсменам в том числе это мероприятие? Говоря о гонке чемпионов, мы, мягко говоря, экспериментируем, проводя гонку чемпионов на футбольном стадионе вместо традиционного биатлонного комплекса. Но, тем не менее, для нас тоже это определенный опыт, который позволяет в очередной раз оттестировать команду, потому что эти соревнования все-таки больше, ну, хотя и носят международный характер, но все-таки это гонка чемпионов, это больше шоу-программа определенная. У нас впереди там важные ответственные старты, которым необходимо в максимальной степени готовности подойти, учитывая, что достаточно широкая сетка трансляций будет вестись и соревнования на приз губинатора и гонки чемпионов. Это еще возможность продвижения Тюмени на всероссийском и на международном уровне, как территория, которая не только спортивная, которая сегодня достаточно серьезно продвигается и в экономическом и социальном плане. Это тоже достаточно серьезный для нас повод принимать подобные мероприятия. Почему выбрана площадка футбольного поля? Ну, много чемпионов это все-таки шоу, и шоу должно предполагать максимальное количество зрителей, поэтому у нас «Жемчужная Сибирь» вмещает там порядка 6500 зрителей, да, вот сегодня с теми трибунами, которые мы имеем. Футбольный стадион «Геолог», он в стационарном режиме 14-15 тысяч готов принять, ну, вот с учетом того, что мы там дополнительно отсекаем ряд секторов и трибун для того, чтобы обеспечить безопасность, организовать стрельбище, поэтому порядка 10 тысяч посадочных мест там имеем. Кого мы увидим из наших звезд местных, да, и приезжих мировых? Никто ли не отказался от участия? Гонка чемпионов, он предполагает формат 10 мужчин, 10 женщин принимает участие. Вот у мужчин это братья Фуркат, еще один француз Беатрикс, чехи Мравец и Шлезингер, подтвердил свою часть легендарный биатлонист Берн Даллен, будет принимать участие. Яков Фак, Швед Линстрем принят участие. Ну и, конечно, наши спортсмены российские и тюменские, как Евгений Гаранич и все-таки наш земляк, уроженец Тюменской области, хотя он наступает на Свердловскую область на сегодняшний день, вот любимец публики Антон Шипулин. Если говорить про девушек, то подтвердили свою часть. Дарья Домричева, обладатель Хурсального глобуса, прошедшего этапа, прошедшего Кубка мира, Кайса Макарайнин, Доротея Вирвера, итальянка, еще одна итальянка Катрин Оберхофер. Ну, я так понимаю, гонка чемпионов все-таки нам такой залог на будущее, да? Ведь многие издания сейчас пишут о том, что впереди нам принимать чемпионат Европы. Вы это подтвердите? Да, действительно, в 2016 году Международным союзом биатлонистов Тюменская область определена как проводящая территория, принимающая чемпионат Европы 2016 года. Это достаточно серьезное соревнование. В открытом чемпионате Европы сегодня это мини-чемпионат мира. Конечно, из-за звездности, из-за, может быть, отсутствия основных спортсменов, которые входят в топ-10, как правило, меньше зрительский интерес к ним проявляют. Но с точки зрения организации, это для нас ничуть не меньшая ответственность в плане приема гостей и проведения соревнований. Что ж, будем ждать предстоящих событий. Спасибо вам за информацию. Ну, и встретимся на трибунах. Договорились. В Тюмени продолжается сбор работ на городской конкурс «Спасибо деду за победу». Свои исследования, рассуждения и даже стихи о подвигах родственников и тружениках тыла несут школьники. Но пока не активно. Всего 30 заявок. Напомним, принять участие в марафоне могут все желающие. Условие одного сочинения должно быть написано до 1 апреля и от руки. И чем душевнее текст и необычнее оформление, тем больше шансов на победу. Его принесли сегодня. Это ученик 6 класса принес сочинение исследования. Это были листы с обожженными краями, рукописный текст ребенка. Лучшие сочинения зачитают на награждении 9 апреля. А некоторые из них опубликуют в местной газете. А вот это уже не фантазии. Реальные истории о событиях самой кровопролитной в истории человечества войны легли в основу нового монумента на исторической площади Тюмени. Об очередном фрагменте панорамы Великой Отечественной в нашем следующем сюжете. Мы спали же одеты в шапке там и во всем одетом. Ложись, я всегда наушники одевал, потому что все ждали. Вот прорвут блокаду, вот прорвут блокаду. И прорыв блокады Ленинграда! Долгожданное сообщение диктора о том самом прорыве Владимир Романович услышит уже в селе Мутинском Тюменской области. Зимой 41-го вместе с семьей он выбрался из города-призрака по известной дороге жизни. А до этого ему, 14-летнему мальчишке, приходилось тушить немецкие зажигательные снаряды, прятаться от бомбежек и голодать. Я помню, что я в магазин пришел, передо мной молодой человек был. На лет 18-19, он успел получить на карточку хлеб, тут же укусил и пал мертвый. Блокадник говорит, страшно не было. Ужасное лицо некогда любимого города стало ежедневным и привычным кошмаром. А вот Василий Погодаев опешил от увиденного в феврале 42-го. В северную столицу 18-летний лейтенант прибыл командовать понтонным взводом. Я увидел ленинградцев. Это, знаете, неприятно было смотреть. Но что женщина, которая была с ведерком, на ней была там шапка, платок, косынка, черти чего. Вскоре Василий Яковлевич и сам попал в госпиталь с истощением первой степени, прослужив в Ленинграде до конца блокады. Он заработал язву желудка, пожизненное напоминание о городе-герое. Нас привлекли сначала в помощь милиции. В конце апреля нас уже не стали брать, потому что мы уже сами не ходили и не бродили. Мы лежали в казарме. Нам сказали, как можно меньше ходить. И все-таки в Ленинграде не только выживали, но и сражались. У того же Василия Погодаева большой список боевых заслуг на передовой. Немало их и у Игоря Бронина. Он был призван на Балтийский флот после снятия блокады в мае 44-го. Служил на противолодочном сторожевом катере с угрожающим названием «Морской охотник». Он отслеживал и ликвидировал подлодки противника, которые еще совали свой нос в Финский залив. По документам морские охотники в народе – мошки. Защитники были действительно крошечными по сравнению с эсминцами, но зато недорогими в производстве. Эти большие корабли все стояли в Кронштадте, Ленинграде, потому что кругом было заминировано все. Это воевал наш, так называемый, Тюлькин год. Истории из воспоминаний героев и кадры кинохроники найдут отражение в новом Тюменском мемориале. Монументальный барельеф, описывающий ход Великой Отечественной войны, частью которой была блокада Ленинграда, появится на исторической площади в мае этого года. Ирина Копян, Артем Суханов, Алексей Красных. Тюменское время. На этом у меня все. Будьте в курсе событий, а мы расскажем о них точнее. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok